С каждым туром череповецкая волейбольная команда показывает все более уверенную игру. Матчи против одного из лидеров Иркутского клуба Лока Ангара показали, что уже появилась сыгранность состава, хорошая взаимозаменяемость и психологическая устойчивость. Иркутская команда приехала в Череповец, занимая второе место в турнирной таблице, так что на ее фоне можно было оценить возможности сегодняшней Северстали, и череповчанки сыграли очень неплохо. Тем более вернулась в строй после травмы основная центральная блокирующая Мария Воногова, что было отмечено и трибунами. На свою подачу Мария выходила под скандирование болельщиками ее игрового имени Маруся. Да, вернулась в строй, нога уже не болит. Настрой очень хороший, на борьбу, уверена в себе. Ну, немного сегодня не получилось с блоком, но я думаю, в будущем исправлюсь. Что касается взаимозаменяемости игроков, то это было тоже ярко проявлено. В первом матче совсем не пошла игра у Бессонной, у которой, кстати, был день рождения. Ее с успехом заменили. В непростой борьбе Северсталь в итоге взяла верх 3-1. Во втором матче не складывалась игра у пасующей команды Татьяны Кунышевой. Вышла Виктория Гурова и исправила ситуацию. Характер и психологическая устойчивость ярко проявились во второй партии второго матча. При счете 22-24 не бросили бороться, а сумели отыграть 20-бола и в итоге взять верх в этом сете 27-25. После чего соперник был морально сломлен. Третий сет Северсталь взяла уже без проблем 25-13. Итог матча 3-0. Вчера мы очень плохо играли. Сегодня, я считаю, намного лучше. То есть уже игра похожа, к чему мы стремимся. Конечно, есть недочеты. Причем недочеты в основном не тактического плана, а технического и психологического. После этих побед Северсталь вышла на второе место в турнирной таблице. В выходные черебоицкие волейболистки в юбилейном сыграют с Енисеем из Красноярска.